Еще один совет, что делать, если у вас уволено время карантина, а вы работали в ресторане, кафе или баре поваром, официантом, хостес или барменом. Предложите вашему боссу социальный пиар. Например, вот мне прислала одна из подписчиц, что один из ресторанов сделал вот такую акцию. Они, как и все, работают только на доставку, но вместе с заказами они вкладывают флайер, что гость может оплатить обед для сотрудников такой-то больницы и стоит обед всего лишь 200 рублей. Люди присылают деньги, но мы с Андреем видим, что себестоимость обеда, она не 200 рублей, да? Себестоимость обеда сколько примерно? 150-120, это уже с упаковкой. Где-то вот 50 рублей остается, и они готовят на эти деньги обеды. Так вот вы, если ваш ресторан этим не занимается, можете предложить ресторану такую активность. Вы сами разрабатываете механизм реализации, вы прописываете варианты для директора, куда будут переводить деньги гости, в какую больницу будете отвозить. Вы звоните в эту больницу, разговариваете с главврачом, предлагаете такую услугу, что от вашего ресторана будут привозить еду врачам, в какое время можно привозить, в каком состоянии, как должно быть упаковано, как часто можно привозить, где передавать. Эта больница отказывает, вы звоните в другую. Потом договаривайтесь с вашими со всеми друзьями, кто согласен, опять же, за обеды приезжать в ваш ресторан вместе с вами, брать эти обеды и отвозить в больницу. Может быть, хотя бы кофе. Кофе, но также ему можно пару порций обедов дать. И получается, вот эти вот лишние 20-30 рублей с обеда, которые оплачивают гости для персонала, есть ваш небольшой доход. То есть вы параллельно делаете вот это хорошее дело, немножечко, чуть-чуть хотя бы сами себя поддерживаете финансово. И самое главное, во время всех этих поездок, как эти обеды готовятся, как деньги поступают на счет, как вы их отводите. Делайте сторис-посты и благодаря этой деятельности вы объясните боссу, что вы прокачиваете интерес гостей к ресторану, даже в такое сложное время. Ребята, кто смотрит этот отрывок из нашего бесплатного вебинара на канале YouTube, пожалуйста, в комментариях напишите еще варианты, какое социальное дело может делать ресторан для того, чтобы окупать работу хотя бы одного дополнительного сотрудника, делать что-то полезное для жителей города и при этом привлекать доброе внимание жителей, которые живут по кругу. Ребята, на нашем сайте gastrobricks.com вы всегда найдете актуальное расписание наших бесплатных вебинаров. Видите, вот этот сегодняшний, он давно был анонсирован. Марафон у нас начнется завтра, но он платный, потому что мы планировали его давно, и он не настроен на... Не связан с коронавирусом. Да, он не связан с коронавирусом, но он связан с эффективным управлением деятельности предприятия всегда, и во времена коронавируса, и не во времена коронавируса. Также подписывайтесь на наш канал, вот так он выглядит на YouTube, вот так он называется, gastrobricks. Если вы смотрели этот отрывок у нас на YouTube канале, хотите посмотреть все советы из этого вебинара, то ищите вот такой плейлист, и там будут все советы из вебинара «Что делать официанту баром и полуэрхоз?» «Как их ресторан на карантине?» Ну все. Спасибо вам. Мы очень надеемся, что все у вас будет хорошо, и у нас все будет хорошо. Ничего страшного не случилось, пока все мы живы. Здорово, вы живы наши близкие, и на улице хорошие, по-моему. Да, и это не главное. Всем удачи. Всем пока. Пока-пока, ребят. Спасибо, что были с нами сегодня. Пока-пока.